Не глядяши на надвор, ей час суток, кожные тригадзины гомельские метеорологи приходят на этот участок, каб снять 7 показчиков – от температуры по ветру до замеру солнечной радиации и худкости ветру. Про 10 минут вся информация у зашифрованным выглядит трапеть у Республиканский гидрометцентр, и аще праздники час у Сусветную Метеорологичную Организацию. Метеорологи кажут, что это только на первый взгляд их работа рутинная. На самой справе яны ранее заинчих доведываются об усих климатичных изменениях и могут предсказать любые катаклизмы. Когда плохая погода, это вообще, это просто интересно. Когда во время, мало того, что три часа каждый срок делаешь, то надо еще шторм какой-то, когда ветер сильный поднялся, когда туман пошел. Надо все это наблюдать. Информация, которую отримывают метеорологи, вельми запотребованные у розных галинах. Только в минулом году у Гомель-Абл-Гидромет звертались проставники 850 предприемств и организаций – выратовальники, авиаторы, коммунальные службы. Сирот постоянных партнеров – так само сельскохозяйственные организации. Сегодня специалисты Гомель-Абл-Гидромета могут не только дать прогноз по засушливости на бегущий год, а и постоянно контролируют тоже узровень вельгать у Глебе, что дозволяет аграриям больше реально оценивать ситуацию и перспективы. Сельское хозяйство является одной из наиболее погодозависимых отраслей в наших условиях. К таким же погодозависимым отраслям относятся жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, все виды транспорта, строительства. Процедура, якая паутыряется кожные сутки. Ровно о полове третьей годины ночи с Гомельского Абл-Гидромета запускается специальный зонд, який уздымается, прикладно, на 40 километров. За этот час он передаст на землю информацию об температуры, тиску и худкости ветру на розных вышинях. З весны, коли у атмосферы почнуть означаться навальничные зъявы, эта процедура будет проводиться двойче. Зонды почнуть запускать ясно и в день. С этого года Гомель выкористовует новые зонды, які працуют с подорожниками. На подставе этих дадзинах будут зроблены долготерминовые прогнозы на дворья у Беларуси и інших краинах света. Минимум сопровождает этот радиозонд – это семь спутников. Если какой-то спутник уходит уже за линию горизонта, соответственно, перехватывает другой спутник, соответственно, программным обеспечением и аппаратурой, которая его сопровождает. И потерять зонд, как таковое, это будет невозможно. Необходимо собирать остальные данные, которые выйдут из программы, и уже отправить их на обработку во всемирную аэрологическую сеть, на основании которых данных будет уже строиться общий прогноз погоды на ближайшее время. Олег Санцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».